всем еще раз привет с вами андрей калашников дарс калаш пул сегодня мы поговорим про карту белая мастер-карт те кто ими пользуется я думаю если вы не в курсе вот и если вы не в курсе то я этого инфа будет для вас крайне интересно полезно прилетает не смс к о том что с 1 июня значит программа лояльности карты белая меняется но я посмотрел думаю ну что то может что-то поменяется да мне это особо и не важно пусть меняется но потом я все-таки решил почитать и перешел по ссылке и тут выясняется что с 1 сентября этого года проглам программа лояльности карты белая прекращает свое действие с 1 июня 22 года программе лояльности карта белая далее правила программы произойдут следующие изменения прекращается начисление бонусов за совершенные операции в торговых точках по всем операциям совершенным до 1 июня 22 года начисление бонусов будет действовать в обычном режиме согласно правилам программы и короче кэшбэк вот эти бонусы которые были одним из плюсом карты прекращают свое действие то есть это станет обычная карта которой можно совершать покупки на территории россии в российских магазинах и в российских интернет-ресурсах без начисления кэшбэка это конечно печальная новость то можно было использовать кэшбэк и также я думаю расстроить те кто подключал платные категории повышенного кэшбэка это конечно плохо большой минус что у нас еще дальше станет недоступна замена карт в офисах белая если вы повредили потеряли карту или заканчиваются сроками действия вы можете выпустить новую именную карту белая только в интернет-банке сроком до 1 июля 22 года то и значит замена карт в офисах будет недоступна и выдачи карт после 1 июля станет тоже недоступна ничего себе ладно это принципе тоже ожидаемого в юмане уже пока пластик производить выпускать перестали это тоже плохо это то что карты после 1 июля не даю но нельзя будет поменять или выпустить новое это очень плохо я думаю это только зайдет в огромнейший минус так станет недоступным пополнение карт в офисах белая на информацию о других способах пополнения вы найдете ниже ну что я могу сказать в офисах я пополнял карту крайне редко так что мне это как бы до лампочки то что станет недоступным способом это пополнение я ее пополняю пока что через юмане и также если вы не знали вы можете пополнять ее через банкомат втб банка где можно нести деньги комиссия будет составлять 20 рублей в право отдельных случаях 20 рублей 50 копеек но все будет зависеть от суммы пополнения и от лимита так накопленные бонусы через интернет-банк или мобильное приложение после указанной даты так ну что будет с деньгами те кто оставит будет пользоваться картами и сроках действия не подходит к концу у меня еще восемь лет она будет работать так вот смотрим что будет с моими деньгами личными средствами на карте белая вы можете распоряжаться и далее после 1 сентября 22 года ваша карта продолжит действовать действовать вы и сможете пополнять доступными способами и расплачиваются за товары и услуги ну что ребят могу сказать конечно а для меня печально то что кэшбэк с ними убирают обычно хоть какой-то не какой-то кэшбэк был можно было его вывести на счет когда он был необходим это конечно большой минус то что карту нельзя будет поменять это после первого июля это тоже большой минус значит придется беречь карту как зеницу ока если ее потеряешь то и приложение это уже спорт пользоваться не сможешь что касается пополнения 8 билайна я скажу что пополнял я там вообще редко с тех пор как мы устало возможно пополнять через банкомата втб стало как-то получше и приятнее это один из плюсов больших там только единственный минус но комиссия это несущественно это что перевод идет от 30 минут примерно до 60 минут но все-таки это более эффективный способ найти втб банкомат и пополните через банкомат нежели с паспортом бежать 8 сбиваем у нас на центре офисов нет белой на приходится бегать в другие районы и очень кстати далеко так ну в общем большой минус только для меня то что убирают кэшбэк и убирают недоступность после 1 июля поменять карту вот этого два больших минуса я думаю большинству людей это не понравится и пользоваться вообще перестанут но я ее использую как основную платежную карту и она мне нужна для личных целей но конечно это два больших минуса но имеем то что имеем надеюсь инфа была для вас полезна с вами был Андрей Калашников дарт калаш пул всем пока и до новых видосов пока субтитры сделал DimaTorzok все